На сегодняшний день практически полностью нами закуплено оборудование. В этом году мы на эти цели направили свыше 17 миллионов рублей. Соответственно, в данный момент уже у нас подведена готова площадка. Давайте я про техническую сторону расскажу. Что сделано на Хомякову? Во-первых, где они расположены? На Хомякова существовали ранее очистные сооружения опытно-экспериментального завода. Эти очистные сооружения настолько были изношены и не отвечали своим функциям, что практически там восстановить их было невозможно. Хотя проект такой существовал. В 2008 году было принято решение о том, что необходимо строительство очистных сооружений. Мы разработали с проектной организацией проект и пришли к выводу, что надо строить блочные очистные сооружения. То есть из модулей, собираемые им. В прошлом году было закончено формирование площадки, подведение электроэнергии. Электроэнергия начата была, в этом году закончена была сделана основа для этих блоков. Часть их была еще в прошлом году закуплена. В этом году в полном объеме мы оплатили и получили вот эти вот блоки. Установили, пока еще можно так сказать, установили все блоки на эту монтажную площадку. И сейчас идет процесс сборки. Поскольку эти блоки между собой должны соединиться и по технологическим трубопроводам, и по, скажем, каким-то там проемам и так далее. Вот сейчас этот монтажный процесс идет. Ведется строительство повысительной насосы санкций, которые эти стоки, которые поступят на площадку, поднимет наверх этих блоков, чтобы начать процесс очистки. По нашим подсчетам, ну вот морозы очень сильно сдержали производство земляных работ, но по нашим подсчетам, по таким предварительным, в марте месяце мы будем готовы к уже первым пробным пускам и наладке этих очистных сооружений. — Это очистное сооружение, а вы встречаете в каком районе? — Хомяково. На сегодняшний день поселок Хомяково канализуется напрямую в оврах, то есть вообще без очистки. Страшно даже не то, что хозбыта туда сливается. В поселке Хомяково есть так называемый рыбный цех «Ладокомбинат». Точное название, боюсь, неправильно сформулирую. Так вот, для очистки стоков этого комбината не предусмотрено однозначно. Мы их неоднократно уже предупреждали о том, что с вводом этих очистных мы будем вынуждены каким-то образом перекрыть сброс их стоков в общую систему канализации. Ну и буквально только с месяца назад руководство этой компании сильно заинтересовалось, как же они будут жить дальше, и вот у них масса теперь предложений. Как бы все-таки мы осуществляли прием их стоков. Но, к сожалению, очистные сооружения, которые сейчас монтируются, они рассчитаны только на хозбыт, то есть хозяйственные бытовые стоки от населения. Поэтому, чтобы принимать стоки этого хладокомбината, необходимо, чтобы у них был построен и начал функционировать цех до очистки. То есть, вначале локальные очистные сооружения у них, а потом уже сброс, отвечающий требованиям хозяйственной бытовой канализации. Заработную плату мы выплачиваем своевременно, по установленным в коллективном договоре срокам. Долги у нас основные какие? Ну, я опять же увижу этот вопрос с тарифной политикой. То есть, тарифы формируются по индексам Минрегионразвития Российской Федерации. Ну, как вы знаете, индексы формируются по статистическим данным. Статистические данные и реальная жизнь — это две большие разницы. То есть, рост цен на, опять же, комплектующие, на насосные агрегаты, на трубы, соответственно, те, которые мы покупаем, он не такой, как в индекс-дефляторе. То есть, реальный рост цен превышает где-то процентов на 10 этот индекс. В связи с этим, основные долги у нас, соответственно, ну, основная составляющая — это значительная сумма, я имею в виду, за энергоресурсы, то есть электроэнергия поставщикам. И вторая позиция — это, соответственно, долги перед поставщиками всех оборудования и материалов. Но эта задолженность, я вам скажу, что она не долголетняя, она текущая. То есть процесс у нас ремонтных, проведения ремонтно-профилактических, капитальных ремонтов, текущих ремонтов, он у нас имеет, скажем так, непрерывный характер. То есть все наши бригады непосредственно и сегодня, и завтра, то есть выполняют работы в аварийном режиме. И, соответственно, поставка материалов производится точно так же с колес. Поэтому мы выбрали таких поставщиков, которые работают именно на этих условиях, несмотря на то, что, ну, как бы, закон о закупках ставит приоритеты финансовые, но в жизни расставляется приоритет другим образом. Я вам ответила на ваш вопрос. — Если можно, начните, пожалуйста, как он долгий перед, например, к эрисуаризацией? — Ну, при потреблении где-то в 70 миллионов в месяц задолженность у нас порядка 59 миллионов, вот так где-то. Ну, чтобы порядок цифр высоразмерили. То есть это меньше месячной задолженности на сегодняшний день. Но, заметьте, месяц еще не закончился, поэтому мы работаем над этим вопросом и с нашими дебиторами, и, соответственно, будем рассчитываться с кредиторами. — Износ водопроводных сетей составляет где-то порядка 76%. При всем том, что мы переложили на сегодняшний день, ни на 1% мы состояние не улучшили. То есть для того, чтобы реально определить и сказать, что мы начинаем потихонечку выходить на то, что процент износа сетей улучшается, мы должны перекладывать минимум 50 километров в год. Даже не так. Мы просто затормозим вот этот процент износа. Он останется на том уровне, если мы будем 50. Для того, чтобы было лучше, надо больше 50 километров. На сегодняшний день мы в состоянии переложить в счет арендной платы, вот так мы же, скажем так, имеем договор аренды, в котором заложено, что все сети, которые у нас, мы можем делать работы капитального ремонта и работы по обновлению нашего оборудования сетей за счет средств этой арендной платы. Так вот общая сумма, выделяемая на эти все виды работ, порядка 56 миллионов в год. Исходя из этого, понимая, что водоканал не только из сетей водопровода или канализации состоит, а из оборудования, насосных станций и всего прочего, мы просто физически не можем перекладывать больший объем сетей, чем мы планируем. Вот на 12-й год было запланировано порядка 6, сейчас точно скажу цифру, сколько мы планировали, 4,7 километра. Вот мы эти 4,7 километра сетей переложили разных диаметров. Это и сети большого диаметра, и мелкого, общее количество 4,7. Ну, исходя из этого, все от надо перекладывать, и 4,7 фактически переложено. Конечно, износ увеличивается. Муниципалитет практически вообще перестал какие-либо сети водоснабжения и водоотведения строить. По сути, в общем-то, все сети, они когда-то и были только муниципальные, и остаются ими. То, что строится какими-то застройщиками, это строительство сетей для тех или иных зон застройки. Ну, как пример, строится сейчас Юго-Восток, туда тянут сеть. Строится новое жилье для переселенцев в Скуратово. Вот туда сейчас УКС будет тянуть сети и сооружения, все необходимые для этой застройки. А так, чтобы обновление какое-то практически не происходит. А как можно вообще видеть решение этой проблемы? Сейчас расскажу. Вот в инвестиционной программе, о которой вы тут неоднократно упоминали и говорили, заложено практически не только под строительство новых сетей, но и то, что требует замены по изношенности, и то, что требует прокладки сетей для, так скажем, категорийности города. Поскольку у нас полумиллионный город, то категория надежности у нас первая, и мы должны практически со всех заборов иметь два водовода, идущие в город. В случае повреждения одного по второму, но так вот исторически сложилось, что не все водозаборные сооружения городские, еще и при, скажем так, строительстве социализма, строилось не по категорийности. И так это осталось до нынешнего времени. Там, где идет в город один водовод, любое повреждение на нем отражается на том, что полностью прекращается водоснабжение города. Хотя этого не должно быть, но, к сожалению, категорийность. Так вот, мы в своей инвестиционной программе, когда ее разрабатывали, заложили все эти условия, в том числе и замена изношенных сетей и категории надежности, что благотворяло. Наполняемость ее очень маленькая, к сожалению. Наполняемость идет за счет потенциальных застройщиков. Ну, во-первых, вы, наверное, тоже видите, что не так уж много строительных организаций строят в Туле, не массовое строительство. Но, исходя из этого, мы берем тариф у нас на сегодняшний день, какой определен, в рублях 63, по-моему, тысячи за куб. Когда обращаются к нам, мы из этого считаем, эти деньги направляем на инвестиционную программу. Так вот, к сожалению, слишком мало средств поступает, и эти средства мы израсходовали на строительство водовода Обидима-Убкинского водозабора, частично, там порядка 9 километров. Мы сейчас на сегодняшний день заменили из этих 9, ну, наверное, где-то полтора километра. Это за три года поэтапно строим, поуличные, там кусками меняем, там, где уж совсем изношено. Ну, и, пожалуй, из таких крупных больше и назвать нечего, что...